Кто на новенького? Сегодня в краевой столице выбирают профсоюзного лидера региона. Вымогательство под угрозой насилия. Суд вынес приговор барнаульской девушке, которая жестоко избила сверстницу. Призовой фонд 120 тысяч евро. Чем удивит мировой турнир по гребле, который пройдет на Алтае? Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Нехватка инсулина для диабетиков Алтайского края. Этот вопрос в числе прочих обсуждают сегодня ведущие специалисты Москвы, Томска, Новосибирска и Барнаула. В краевой столице проходит научно-практическая конференция о лечении сахарного диабета. По словам врачей, это болезнь БИЧ современного общества. Более 90 тысяч человек в Алтайском крае страдает этим недугом. В основном это люди от 40 до 60 лет. Как продлить и улучшить жизнь диабетика, избежать осложнений, эти и другие темы стали поводом для дискуссий врачей. Наши корреспонденты сейчас находятся на конференции. Подробности в вечернем выпуске. В эти минуты в краевой столице выбирают профсоюзного лидера региона на должность председателя Крайсовпрофа. Выдвинута кандидатура ныне исполняющего обязанности председателя Ивана Панова. Напомним, 8 июня ушел в отставку руководитель Объединения профсоюзов Владимир Бабушкин. Тогда его обязанности перешли к Панову, который в течение пяти лет был заместителем председателя Крайсовпрофа. Суд вынес приговор 16-летней жительнице Барнаула. Девушка в марте этого года в подъезде жилого дома жестоко избила свою сердницу. До этого она несколько месяцев вымогала у потерпевшей деньги. Напомним, конфликт между подростками случился из-за личной неприязни. По информации следствия, обвиняемая употребляла алкоголь. В таком виде нередко появлялась в школе. Еще она тратила деньги родителей, которые давали ей их на дополнительное обучение. Об этом в администрации учебного заведения и сообщила пострадавшая. За это и была наказана. По факту избиения подростка суд вынес приговор. Суд согласился с доводом из следствия и признал несовершеннолетнюю подсудимую виновной в совершении вымогательства с применением насилия. И назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Скандалом завершился матч между Барнаульским «Динамо» и дублем «Новосибирской Сибири». В перерыве болельщики обрушились с критикой на главного тренера «Сине-Белых» Сергея Шишкина. Их, по всей видимости, не устроило качество самой игры и результат. В ответ рулевой попытался что-то ответить трибуном, но его слова утонули в общем уголе. Похоже, контакт Шишкин потерял не только с болельщиками. Команда еще задолго до начала второго тайма покинула раздевалку. Такое можно увидеть не часто, хотя в это время игроки должны были слушать наставления главного тренера, как действовать во второй части встречи. В итоге все закончилось очередным уже пятым для «Динамовцем» поражением в этом сезоне. Ребята из дубля «Новосибирской Сибири» победили со счетом 3-2 и заработали законные три очка. Впрочем, сам Сергей Шишкин, похоже, уже готов покинуть свой пост. Наверное, правые болельщики, скорее всего, мне надо собрать вещи и ехать домой. Раз у меня с этой новой командой ничего не клеится, ну, наверное, встречусь с президентом, приедет он, переговорю с ним, какое он принят решение. 120 тысяч евро – таков размер общего призового фонда мировых соревнований «Погребли», который стартует в Барнауле 21 сентября. Об этом накануне на пресс-конференции сообщили организаторы большого турнира. Каждый победитель и призер состязаний получит не только медали грамоту, но и денежный приз от 1 до 8 тысяч евро в зависимости от места на пьедестале почета. Судить соревнования будут семь судей международного класса. Гонка чемпионов продлится два дня – 21 и 22 сентября. Уже сегодня именитые спортсмены со всех континентов прилетают в краевую столицу. Там спортсмены из Канады, с Японии, с Австралии, с Новозеландии, с Ирана, с Грузии, с Турции, с Европы, с Великобритании, с Португалии, с Германии, ну, отовсюду, с Венгрии, то есть практически со всего мира. Располагаются все абсолютно участники, располагаются в гостинице «Барнаул». Там хорошие условия. Кое-кто из почетных гостей уже успел оценить спортивную артерию «Барнаула». По их словам, она ничуть не уступает олимпийскому уровню. Сейчас это все происходит в «Барнауле», а не там, в Европе или где-то. И с точки зрения этого все, это очень важно. Все как по критериям, все как полагается. Система старта, лодок, инвентарь и так далее, окружение, все как по международным стандартам. Для зрителей тоже предусмотрен бонус. Есть шанс выиграть новенький «Хендай». Каждому болельщику при входе на грибной канал выдадут браслеты. По ним в субботу вечером и разыграют автомобиль. А еще в заключительный день соревнований для зрителей организуют бесплатную доставку к грибному каналу. Автобусы будут курсировать от здания молодежного театра до места соревнований и обратно с 3 часов дня до 9 вечера, каждые 15 минут. Валентина Аскирова, Николай Шилко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае ясно и довольно тепло. Плюс 16 в Заринске и Камне-Наби, плюс 22 в Зминогорске. В Барнауле днем около 16, выше нуля солнечно, ветер юго-восточный умеренный. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»